Лимош, давай лапу. Стой, 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 лапу. Пойдем гулять еще раз. Елена Уварова – единственный сотрудник ветеринарной клиники, с кем соглашается гулять пес по кличке Лимон. Собака 10 лет прожила в семье, но теперь находится под присмотром медперсонала. Ее хозяин сейчас находится в зоне СВО. От тоски Лимон отказался от еды и воды. Серьезным псом родственники у владельца справиться не смогли и обратились в ветклинику за помощью. Люди просто обратились в безвыходной ситуации, потому что такую серьезную собаку никому не оставишь. Никто из родственников, к сожалению, не смог справиться с такой собакой, потому что у них самих есть там у мамы, своей собачки дома. Пес очень серьезный, они нас предупредили, что фактически он может укусить человека, он не доверяет чужим людям, он знает только своего хозяина, признает только его. Помимо внимания и ласки хозяина, Лимону срочно требовалась медицинская помощь, но он наотрез отказывался подпускать к себе сотрудников клиники. Фактически он отказался от еды, от воды. Он на стрессе, видимо, у него была подстилка, которую он там в будке, видимо, раздирал, разгрыз и произошел заворот кишок. Весь этот синтепон у него забился внутри. Два раза мы пытались свозить его в клинику, он нам никак не отдавался. Мы вызвали целую там группу ребят, которые вдвоем с двух сторон держали собаку, только для того, чтобы с расстояния можно было ее уколоть. После обследования Лимона прооперировали. Сейчас он чувствует себя хорошо, но признает только одну сотрудницу клиники – Елену Уварову. Когда приходила на работу, я решила покупать колбасу, потому что он был очень тяжелый по характеру. То есть он поступил даже когда с хозяевами, он был в наморднике. То есть даже там при хозяевах он не давался погладить. Ну, видимо, защищал хозяев. Ну, так как ночью, скажем так, народу у нас мало, и к нему страшновато подходить. Ну, решил через колбаску. И вот, смеялись, мужик продался за колбаску. Неделя у меня ушла на это. Спустя некоторое время Лимон позволил Елене надевать на себя намордник. Мать хозяина пса купила ему комбинезон для прогулок. Теперь девушка каждый день выгуливает собаку. Он сначала рычит, предупреждает то, что не надо, мне это не нравится. Как мы смеемся, делает холостой выстрел. То есть именно, что вот прямо же лаем, показывает то, что вы перегнули, перешли черту. Но не кидается. То есть как минимум два предупреждения ты получишь, прежде чем он... Ну, у нас инцидентов не было, чтобы он кинулся. Мы его не провоцируем. По словам сотрудников ветклиники, с началом спецоперации некоторые семьи бойцов вынуждены отдавать животных под опеку зоозащитников. Лимон весной может вернуться домой, где будет жить в вольере. На сегодняшний день в ветеринарном центре живут более десяти животных, чьи хозяева находятся в зоне СВО. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Спасибо.